Вопрос о молитве. Человек говорит, я такой-то веры, я не буду называть, потому что у нас здесь, как бы, мы собрались здесь не с целью кого-то в какую-то веру, у нас нравственная беседа. Недавно начал молиться, но в этих вопросах плохо понимаю, не могу найти ответ. Я читаю молитву утреннюю и вечернюю, но они всего по 20 минут. Скажите, пожалуйста, что значит молиться в 2 часа? Серафим Саровский молился целый день. Для этого нужен наставник. Вам надо наставника в своей вере найти, и там он вам скажет, что 2 часа. Что я должен произносить в молитве, как практически молиться за человека, а что должен говорить, что пытаться представлять. Вы знаете, я могу вам свой опыт передать, что молиться за человека бессмысленно. Человек уже связан с тобой в труп сердца, он уже там, есть боль за него. Мы очень сильно связаны с тобой. Не надо беспокоиться об этой связи, она остается даже, если ты об этом не думаешь. Вот, допустим, вот вы женщина сейчас смотрит, слушает лекцию на первом ряду, но у вас есть беспокойство внутри, у вас есть связь с каким-то человеком близким, который вас беспокоит сейчас прямо. Вы об этом не думали же, правильно? Нет. А я это вижу. Она остается, она есть, эта связь, никуда не добавится. И вы даже сейчас вот слушаете лекцию, а этот человек получает благо. Это, кстати, это связь. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что нам надо настроиться на источник счастья. Источник счастья — это священное писание, это молитва. Можно на молитву настроиться. Источник счастья — это святой человек позвучный. Даже пусть он на иконе, все равно будет связь с ним. Когда человек снялся с источником счастья, как говорится, в ведах. Когда человек поливает корень дерева, то веточки все, листики все сразу наполняются чистотой, силой. И надо не отвлекаться от корня дерева, надо его продолжать поливать. И надо думать о том человеке, о котором молишься. Это само собой придет в конце молитвы, ты можешь опять его вспомнить, и у тебя будет лучшее чувство подошло. Кто так делает? Работает система? Получается или нет? Спасибо вам за ваш вопрос. Но лучше его адресовать к наставникам в своем мире.